Заложена бомба была еще 5 лет назад в прошлой власти и продолжается, к сожалению, сейчас. Может только представить себе, что врачам с сентября не платят зарплату. Мало того, что она сама по себе нищенская, то есть доктор получает 6-7 тысяч гривен при средней зарплате промышленности 10, так ее еще не выплачивают. И это же не одна больница такая. У нас миллиард 760 миллионов задолженность по зарплате, по субвенциям для врачей уже в этом году. А еще они мне сказали, что ее не регистрируют, эту задолженность, поскольку формальной субвенции нет. Если так дойдет до конца декабря, то просто в следующем году обнулят и люди не получат даже ту задолженность, которая сейчас есть. Мы с этим будем сейчас бороться, потому что нельзя так обращаться с врачами, нельзя так обращаться с людьми, которые каждый день спасают чьи-то жизни. Вот эта больница, она здесь 300-400 человек каждый день, которые приходят со своими бедами, со своими проблемами, со здоровьем. Вот такое отношение хамское к врачам, причем это не только здесь, это же по всей стране такое. В чем вы видите выход из этой ситуации? Пересмотр бюджета, потому что то, что натворили с этим бюджетом, это безобразие. Когда силовикам заплатили плюсом 23 миллиарда гривен по сравнению с прошлым годом, а врачам и учителям оставили практически ту же зарплату, без увеличения, вот это будем устранять. И затем против этого будем бороться, против того, чтобы увеличились платежи силовикам, а бюджетники оставались в таком бедственном положении. И, конечно, то, что сейчас, сегодняшняя уже власть продолжает в худшем смысле так называемую реформу прошлой власти, которая привела к тому, что обнищали и врачи, и уехали из страны, и больные не получают должной помощи. С этим тоже будем бороться, потому что видим, что сегодня, сегодняшняя власть не торопится исправлять тех ошибок, из-за чего вышвырнули, в общем, на свалку историю предыдущую власть. Отделения закрываются по всей стране. Вот сегодня, когда сказали, что закрывается инфекционное отделение, в свете тех эпидемий, которые мы получили в наследство от прошлой власти, из-за бездарного управления Министерством здравоохранения, то это особенно опасно. И, конечно, мы будем против того, чтобы закрывались ФАПы в селах, закрывались отделения и больницы в городах, под предлогом укропнения, под предлогом того, что будет больше насыщено оборудованием. А на самом деле, а как доехать потом до них за 40-50 километров, с учетом того, что скорая помощь практически ликвидирована, как доехать до больницы, если она будет далеко. То есть это реальная программа уничтожения людей в стране. Ну, это как мы можем с этим мириться? Мы, естественно, будем противодобороться, и всю эту банду, которая натворила с медициной последние пять лет, ее надо просто вышвыривать дальше. Во всех городах, куда приезжаю, подходят люди и ставят вопрос о том, что не хватает инсулина. В Кременчаге подошли 62 ребенка больных на диабет, не получают должной помощи. Здесь врачи тоже ставили этот вопрос. Они говорят, что нет денег. Так не надо платить прокурорам, судям, этому набою, этим САПам всем, которые породили в стране. Они друг с другом воюют, там выполняют политические заказы, а дети и больные оказались без помощи. Поэтому с этим будем бороться. Много очень несправедливости, много очень безобразия. К сожалению, это безобразие перекочевало в сегодняшнюю власть и вольготно там себя чувствует. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ